У остановки почта в северном округе столкнулись две Тойоты. Травмы получил водитель большего по размеру транспортного средства. Удар был настолько сильным, что микрогрузовик словно шейкер встряхнул своего водителя. 54-летний шофер вышиб головой стекло, расположенное за его спиной. Пострадавший решил обратиться за помощью к врачам, но медик бригады скорой помощи осмотрел пациента и пришел к выводу, что в госпитализации тот не нуждается. Автомобилист с 8-летним стажем вождения отделался царапинами и ушибом головы. На месте мужчина остался не зря. Выяснилось, что его показания в корне расходились с версией, предложенной шофером Тойоты Камри. Последний утверждал, что двигался на перерез Таунайсу по улице Ильича и протаранил сворачивающий в эту же сторону с главной дороги грузовик. Его же водитель настаивал, что все было иначе. В его версии иномарки двигались в одном направлении, в сторону остановки Полярная. Таунайс впереди, Камри следом. Шофер грузовика притормозил у перекрестка, чтобы повернуть налево, но как только приступил к маневру, получил удар в борт от обгоняющего его седана. Несмотря на то, что молодой человек, представившийся водителем темной Тойоты, прошел тест на трезвость с нулевым результатом, инспекторы заподозрили его во лжи. Именно разница в показаниях и натолкнула полицейских на мысль, что за рулем был другой человек. К тому же пассажиры легковой машины демонстрировали признаки алкогольного опьянения. Так или иначе, материалы ДТП отправили дознавателям. В ходе оформления выяснилась еще одна неприятная новость для пострадавшей стороны. Поле Сосага на Камри отсутствует вовсе. Спасает виновника лишь то, что грузовик остался практически невредим, и крупных вложений в восстановление не требует. А вот с Камри все намного печальнее. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Степан Симонов.